Подведение итогов учебного года для воспитанников различных секций дополнительного образования в Славянском районе сродни проведению церемоний вручения Нобелевской премии или Оскара. Лучшие из лучших – воспитанники системы доп. образования, победители районных, краевых и всероссийских конкурсов. В таких направлениях, как культура, образование и спорт, становятся главными действующими лицами праздника под названием «Созвездие талантов». На юных звезд и их наставников отправились полюбоваться и мы. Несколько сотен человек получали в этот день поздравления в рамках праздника чествования одаренных детей и педагогов «Созвездие талантов». Подумать только, в 17 учреждениях дополнительного образования нашего района обучается более 15,5 тысяч ребят. В минувшем учебном году более 1100 из них отличились и стали призерами различных соревнований, конкурсов от районных до мировых. 200 педагогов разрабатывали инновационные авторские программы и технологии, способствующие развитию системы образования Славянского района. Особо отрадно говорить о таких результатах в год-столетие системы дополнительного образования, отметил в своем выступлении глава района Роман Сенеговский. Он подчеркнул, что возрастающее количество юных победителей в районе – это повод для гордости. И основана она на трудолюбии детей и профессионализме педагогов. В нашей отрасли образования, культуры и спорта – это вот те, наверное, люди, которые присутствуют в этом зале и которые делают и раскрывают наших детей. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю. Хотел бы, чтобы… А так и получается, что количество наших детей, которые достигают результатов, их становится больше и больше. Чтобы Славянский район был всегда на уровне благодаря вам, благодаря вашему труду. Чтобы вы прославляли нашу малую родину. Первыми благодарность от главы получили педагоги, которые сегодня уже ушли на заслуженный отдых. Но тот вклад, который они в прошлом внесли в копилку системы дополнительного образования, переоценить невозможно. Их на сцене сменили воспитанники и педагоги учреждений культуры, которые в минувшем учебном году своим талантом неоднократно доказывали в крае и России, что наши художники, танцоры, певцы и артисты – самые лучшие. Не только в творчестве, но и в научной деятельности в минувшем году проявили себя славянские воспитанники учреждений дополнительного образования. На сцену один за одним вышли несколько десятков победителей краевых конкурсов, фестивалей, конференций и выставок художественно-эстетической, экологической и технической направленностей. Последними в списке награждаемых, но не последними по значимости, оказались ребята, которые занимаются в спортивных секциях муниципалитета. Славянских спортсменов знают и уважают на соревнованиях и чемпионатах всех уровней. И немалая заслуга здесь – отличный тренерско-преподавательский состав, который сложился во всех отделениях. Награждая лучших спортсменов, начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа озвучил приятный сюрприз. Мы определили самого талантливого из тех ребят, которые показали результаты на Южном федеральном округе, на России, и учредили от имени главы муниципального образования Романа Ивановича Сенеговского приз, который мы сейчас учим, самому талантливому спортсмену по итогам учебного года. А имя является у нас Казубенко Карина Станица Петровская, ДСШ. Аплодисменты! Карина достойна уважения. Всего один год она занимается вольной борьбой. И впервые, приняв участие во всероссийских соревнованиях, смогла завоевать серебро. Я не знала, что я возьму такое место. Я вообще думала, что я проиграю. Но получилось. Дальше хочу пойти. Дальше хочу что-то получить, какие-то награды, развитие новые тоже, чтобы были. Я хочу войти в олимпийскую сборную. Но самым волнительным и долгожданным моментом традиционно становится оглашение имен победителей в номинации «Творческий и спортивный успехи года». Творческий успех 2018 года. Ракулинка Дарья. Образцовый коллектив Меридиан. Спортивный успех 2018 года. Черкес Руслан. Долго перечислять все конкурсы и соревнования, участие в которых принимали эти ребята. Но без преувеличения можно сказать, что несмотря на юный возраст, их лица известны многим жителям района. Самым ярким аккордом в завершении этого большого праздника талантов стало вскрытие конверта с именем человека, которому присудили номинацию «Педагог-легенда». В этом году им стала Черникова Людмила Дмитриевна. Именно ее стараниями и была создана в Славянске-на-Кубани станция юных натуралистов, которая сегодня является гордостью района. Спасибо всем, что оценили мой труд. Путь к педагогике у меня был очень длинный и трудный, потому что детство свое я провела в военную год. И когда после войны стало вопросом, куда мне поступить, то было тогда не до педагогики. Поэтому самое близкое, что можно было выбрать, это сельское хозяйство и технику. Сельское хозяйство было ее профессией, а любовь к педагогике – призванием. Совместив это, Людмила Дмитриевна стала поистине легендарным человеком в системе доп. образования района. Представить себе образование района без системы дополнительного образования невозможно, ведь это своеобразный профильный уровень, который позволяет детям развиваться в том направлении, которое им по душе. Возможно, они не станут известными танцорами и не пойдут в большой спорт, но здесь их учат главному – любознательности, трудолюбию и целеустремленности. Здесь растят личности. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».